Медиагруппа «Авангард» представляет Сессия наша называется «Банк России. Высокотехнологичный регулятор». Обсудим здесь сразу несколько очень важных тезисов. Нас интересует и как снизить риски, которые связаны с появлением новых участников, и как обеспечить возможность дальнейшего развития платежных сервисов, как поддержать развитие платежного рынка в целом. Много аспектов у этой темы, но это только то, что можно сказать на поверхности находится. Я, чтобы время нашей сессии не отнимать, сразу с большим удовольствием представлю участников нашей сессии. Я единственный на сцене, кто не представляет Центральный банк Российской Федерации, поэтому, может быть, говорить, что каждый из присутствующих здесь представляет Центральный банк, не нужно, но департаменты объявить, конечно, имеет смысл. Ну, Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы, Станислав Короб, заместитель директора департамента обработки отчетностей, Зульфия Кахрумано, директор департамента информационных технологий, Андрей Каршин, заместитель директора департамента безопасности Банка России и Дмитрий Дубынин, начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий. Давайте уже к дискуссии. К директору департамента национальной платежной системы хочу обратиться. Алла, может быть, такой вводный вопрос в самом начале обоснован. Во-первых, скажите, что сегодня из таких самых значимых проектов на повестке у вас, инициатором которых является регулятор. Ну и, соответственно, если есть какие-то сложности внедрения этих проектов, этих новых технологий, расскажите, какие. Спасибо большое за вопрос. На самом деле очень здорово, что мы начали нашу сессию, наше обсуждение о том, способен ли центральный банк или вообще, наверное, регулятор быть неким драйвером на рынке и выполнять эту роль. И здесь я хотела бы, наверное, к мировому опыту обратиться, потому что действительно регулятор может выполнять несколько ролей. Позиция может быть пассивной, исключительно надзорной за соблюдением установленных требований, а рынок, что называется, сам драйвит, сам обеспечивает те или иные сервисы в зависимости от потребностей потребителя. Но многие регуляторы как раз играют, стараются выполнять более проактивную роль. И здесь очень важно смотреть на те вещи, которые происходят как внутри на рынке, какие есть задачи, которые необходимо решить с точки зрения конкуренции, с точки зрения доступности, с точки зрения равных условий, равноудаленности, справедливого ценообразования. Так и смотреть на те тенденции, которые происходят в том числе в мире. Потому что при всей разности и наличии особенностей, все-таки общие тренды, общее развитие, оно тоже усматривается. И мы вот для себя какое-то время назад приняли внутри такое решение, что мы как регулятор хотим быть именно высокотехнологичным, образованным, который хорошо и глубоко понимает все те процессы, которые происходят как на рынке у нас внутри, так и в мире. И решать вот эти задачи совместно с участниками рынка. Мы, конечно, не кредитная организация и не коммерческий банк, который борется за место на рынке и не обслуживает клиентов, предоставляя им те или иные сервисы. Мы видим здесь свою задачу в продвижении наиболее современных, наиболее оптимальных технологий. И у нас для этого есть целый выделенный департамент финансовых технологий, который как раз отслеживает, изучает, играется, если можно так сказать, со всеми новшествами, инновациями смотрит, как самое лучшее из этого применить на нашем рынке. У нас там наш департамент, который занимается всем, что связано с платежной сферой. И тоже вот здесь мы в коллаборации работаем с нашими технологическими коллегами, потому что платежный рынок, наверное, один из самых чувствительных, один из самых восприимчивых к этим новым технологиям. И вот последние, наверное, проекты, обо всех, конечно, нет смысла рассказывать. Я думаю, что нам не то, что там сегодняшней секции, но и всего форума бы не хватило. Но я бы выделила, наверное, самые непростые, самые революционные, которые и самые значимые, которые очень существенно повлияли на именно наш рынок. Среди вот этих проектов я бы, наверное, по срокам реализации выделила, во-первых, это создание и запуск нашей собственной платежной системы, национальной системы платежных карт, платежной системы МИР. Мы за кратчайшие, совершенно беспрецедентные сроки создали, да, к этому сподвигли в том числе внешние факторы, но эта потребность явно у нас назрела. Перевели на обработку всех внутрироссийских транзакций, которые осуществляются с картами международных платежных систем, во внутренний периметр, на обработку в наш национальный платежный центр. У нас запустился и повсеместно сейчас используется наш собственный национальный платежный инструмент, это карта МИР. И я хочу сказать, что вот по итогам 2019 года доля операций с платежной картой МИР занимает уже порядка 20%, а точнее там 20,55, если уж там до точности эти цифры называть. И мы считаем, что это очень существенная позиция на рынке, причем эта цифра достиглась не только и не столько за счет законодательно установленных требований, да, тогда, когда операции со средствами бюджетников должны использоваться с этой картой, но и за счет других сервисов и за счет других сегментов коммерческих. Помимо традиционного платежного функционала НСПК предоставляет там на сегодня и современные мобильные сервисы, и безопасное осуществление операций в интернете с собственными, да, в том числе стандартами информационной безопасности и защиты этих операций. Широко и повсеместно применяются нефинансовые сервисы, различные транспортные приложения, студенческие, социальная карта. Действует очень много различных совместных программ вместе с банками. Запустилась программа лояльности, над которой наши коллеги очень серьезно и внимательно работают. Это тоже такой некий беспрецедентный атрибут нашей собственной платежной системы. Ни одна карточная платежная система своих собственных программ лояльности не имеет. И ее уникальность также еще заключается в том, что она может интегрироваться или объединяться с программами лояльности участников, банков, тем самым предоставляя дополнительные выгоды пользователям. Это первый проект. Еще один проект – это система передачи финансовых сообщений. Инфраструктурное решение национального масштаба. Это не платежная система. Это безопасный, защищенный канал передачи финансовой информации между банками. Мы его запустили также в конце 2014 года. Его еще называют аналогом SWIFT. Система умеет работать как в форматах SWIFT, так и в собственных форматах банков. У нее достаточно высокая производительность. На сегодняшний день порядка 400 банков подключены к системе. В ней работает в том числе федеральное казначейство, юридические лица, крупные корпоративные клиенты, которые в рамках этой системы имеют такой универсальный канал взаимодействия со своими банками. Потому что не секрет, что многие крупные корпоративные клиенты имеют счет не в одном банке, а в нескольких. И это количество иногда превышает 10 и даже 15. Поэтому, конечно, таким крупным клиентам важно иметь не 10-15 интернет-банков и с каждым работать через свое окно, а иметь некий такой объединяющий интерфейс. Ну и, безусловно, это система быстрых платежей, которая была запущена в начале 2018 года. Только что у нас закончилась очень интересная сессия, где мы обсуждали вопросы безопасности, о том, какой опыт из годичной работы извлекли все участники этого процесса. Сегодня у нас уже 42 банка подключено к системе быстрых платежей, совершено более 9 миллионов операций за год работы на общую сумму, превышающую 80 миллиардов рублей. И ежемесячный прирост операций как по количеству, так и по объему составляет до 25%. И это, конечно, очень устойчивая динамика, которая свидетельствует, с одной стороны, как о востребованности системы среди конечных потребителей, так и о высоком уровне доверия со стороны граждан к тем сервисам, которые она предоставляет. Конечно, мы не останавливаемся на достигнутом. Те сервисы, которые во всех трех проектах на сегодняшний день реализованы, это тема сегодняшнего дня. Но мы, конечно, смотрим вперед, мы смотрим на то, какой запрос у рынка есть, какие сервисы востребованы со стороны граждан, государства, бизнеса. И, конечно, в своих планах дальнейшее развитие предусматриваем. И здесь, наверное, я бы хотела отметить, что самый главный залог этого успеха, то, что мы работаем, помимо того, что со всеми моими коллегами, которые здесь сидят на данной сцене в тесном сотрудничестве и союзе с тем, чтобы обеспечить высокую производительность, технологичность, безопасность этой системы, с тем, чтобы банки дальше могли также развивать и трансформировать свои бизнес-модели и такого же уровня и качества, а может быть, даже и лучше предоставлять своим клиентам. Это вот одна сторона. А вторая то, что мы находимся в постоянном диалоге с тем же рынком, с тем, чтобы слышать его потребности, понимать, какие нужды есть у клиентов и, главное, с какими вопросами и нюансами мы сталкиваемся по мере имплементации тех или иных продуктов и сервисов, платформенных решений, которые позволяют учесть максимальную потребность именно рынка. Ну, я считаю, что вот именно совместная работа и определяет ту роль регулятора, которую мы для себя вот определили и стараемся следовать этому. Спасибо. Спасибо большое, Алла. Давайте продолжим. Ну, то, о чем вы сказали, это я понимаю, что это только часть проектов. К Станиславу Коропу следующий вопрос, заместителю директора департамента обработки отчетности. Ну, казалось бы, мне всегда казалось, может, это такое дилетантское наблюдение, что это очень консервативная такая история, работа с отчетностью и выстраивание механизмов ее анализа. Однако и вы тоже об этом говорили, представители Центрального банка, я это слышал во всяком случае, что инновационные подходы и в этой области наш Центральный банк использует достаточно активно. Во-первых, с точки зрения технологии подходов, что это за инновационная история. Ну, вот мне бы об этом хотелось поподробнее спросить. Область может быть консервативная, но я отвечаю за сборы, обработку отчетности. И я считаю, что в этой области мы продвинулись так, что мы можем давать советы другим регуляторам. Вот серьезно. С 2018 года мы внедрили новый стандарт отчетности, это формат XBRL. Перешли на него пока не все, но большое количество сегментов рынка, некредитных финансовых организаций. Два года мы в таком боевом режиме собираем отчетность. И я не могу сказать, что это всегда было очень легко, приятно как для нас, так и для участников рынка, но мы все сложности, конечно, преодолели. И сейчас преимущество уже очевидное. У нас нет форм отчетности, то есть некредитные финансовые организации не сдают форму отчетности, они не сдают массивы данных. Есть совершенно потрясающий отчуждаемый продукт, который по сути своей является первым примером машиночитаемого регулирования в России. Это мое мнение. Есть, конечно, указания, есть наш нормаакт, он написан понятным языком, но он лишь сопровождает действительно важный отчуждаемый продукт в виде таксономии. Таксономия, неважно как называть, это словарь, справочник, но это полностью вся модель данных, это те данные, которые мы можем запросить у компаний, это все контроли, и это, в принципе, все, что нам интересно. И таксономия машиночитаемая. И мы перешли от общения человек-человек, то есть регулятор-человек, поднадзорная компания-человек, мы пришли к общению машина-машина. И компании, которые внедрили формат XBRL на уровне учетных систем, ну там базовые есть два решения, ты можешь внедрить на уровне учетных систем, полноценное внедрение, второй вариант использовать конвертер, и то и другое имеет право на существование. Но компании, которые внедрили на уровне учетных систем, сейчас составляют отчетность бухгалтерско-финансовую на 95 плюс процентов одним кликом мышки, а надзорную отчетность на 70 процентов одним кликом мышки. Оперативность, качество – это то, что мы получили от внедрения этого формата. Но почему я сказал вначале, что мы можем давать советы. Потому что мы в этом отношении, конечно, последовали мировой практике, то есть XBRL активно используется во всем мире. Это действительно общий стандарт, это базовый стандарт, это как эсперанто финансовой отчетности. Это то, что существует, то, что применяется, и поэтому мы его внедрили. Но мы пошли дальше. Мы задумались о том, как сделать лучше. И в этом отношении мы, скажем так, одни из первых, допустим, всерьез подумали, а ведь правильный, допустим, этот формат для передачи регистровой информации. Ну, то есть у нас есть формы регистровой отчетности, они очень детальные, очень большие по объему, и любой формат, основанный на XML, он является неправильным. И все это понимают. Но регуляторы во всем мире, они думают о том, что да, в принципе, эту проблему нужно решить, а мы уже подошли к решению этой проблемы. И мы как раз разговариваем с нашими коллегами из других регуляторов, да, и рассказываем, как это правильно сделать. Мы очень плотно сотрудничаем с XBRL International, это консорциум, который развивает этот формат. И на самом деле сейчас можно с уверенностью говорить, что Россия из пассивного потребителя результатов работы этого консорциума и всего международного сообщества XBRL стала более активным советчиком. То есть мы начали просто помогать. И для меня это один из индикаторов того, что Банк России – высокотехнологичный регулятор. В области, за которую я отвечаю, я не могу говорить за все, но я абсолютно уверен, что то, что мы делаем сейчас, мы не просто впереди, да, мы как бы на острие атаки, и мы можем, по сути дела, своими усилиями формировать то, как будет развиваться направление сбора отчетности во всем мире. Это предмет гордости, это сложный, безумно сложный проект, который, мне кажется, никогда не закончится, потому что мы никогда не можем просто остановиться и перестать что-то улучшать. Но это то, что позволяет мне говорить, что Банк России является высокотехнологичным регулятором в такой консервативной области, как сбор и обработка отчетности. Да, это хорошее наблюдение. У меня, кстати, сразу к вам вопрос. Тут уже появляются вопросы. Я, может быть, не в той последовательности, как они появляются, задаю, но постараюсь все спросить. Ну, все-таки, наверное, это Станислава. Станислава, планирует ли ЦБ продолжить работу по совершенствованию личного кабинета и готов ли регулятор прислушаться к просьбам поднадзорных в отношении системы обмена данных? Кому это лучше? Давайте я попробую вместе с Станиславом ответить. Мы буквально недавно, полтора месяца назад, решили усовершенствовать свои навыки в работе с XBRL-форматами и попросили иностранных наших представителей провести нам обучение по расширению. И когда мы стали говорить о том, что мы за 2018 год выполнили перевод такого количества организаций на новые форматы и так пересмотрели свою отчетность, сказали, этого не может быть, этого не делал никто. И вот здесь, наверное, в этот момент времени как раз подумали, что если бы мы знали, что этого никто не сделал и знали бы, что это невозможно, наверное, мы бы тоже этого не сделали. Но так как мы этого не знали… А почему? Ну почему? Не спрашивали, да? Да, на самом деле, потому что это было нужно, потому что это был такой переход достаточно. А почему бы не сделали? Мне просто интересно. Наверное, бы все сказали, ну это же невозможно, поэтому давайте отложим на достаточно более комфортный для всех приятный временной интервал. Это, наверное, было шоковым таким переходом и для тех, кто участвовал в этом стране поднадзорных, и для нас достаточно сложный этап был. Но вот сейчас, когда мы смотрим, когда это уже системно, мы 2018 год очень тяжело переживали, потому что переход был такой шоковый для всех, как я уже сказала, а вот 2019 нам было проще, мы очень системно к этому подходили и внутри, и рынок, и осуществляли переход на новую версию таксономии, улучшая и слушая рынок. Вот как раз коллеги к нам приходили и говорили, что еще было бы неплохо сделать, и как раз вот этот 2019 год показал, что мы, вот направление абсолютно верное, идем правильными темпами, и дальше уже положительный и позитивный эффект, который мы видим в направлении. Возвращаясь к личным кабинетам, мы с удовольствием слушаем рынок в отношении личных кабинетов. Для нас переход на сбор или, наверное, даже взаимодействие с нашими поднадзорными через личные кабинеты тоже был таким непростым в целом и для IT непосредственно, потому что оказалось достаточно большое количество организаций, которые хотели бы с нами взаимодействовать, передавая информацию. Вот мы не были, наверное, готовы сразу к такому объему того, что мы хотим обработать. Мы на первом этапе рассчитывали, что это будет какой-то небольшой объем, а вот когда мы вышли уже, и вот это оказалось таким шквалом, оказалось, что к этому очень востребованный оказался сервис во взаимодействии. И, по сути, мы только успевали вот отвечать, да-да-да, мы это учтем, мы вот включим следующие этапы. У нас сейчас идет этап уже второй по сервисам, по расширению этих сервисов и переходу, и учету, и нашей, наверное, реакции. Мы даже для себя определили, как мы еще развивать будем этот сервис в такую стратегическую направляющую. И, конечно, мы с удовольствием готовы прислушиваться к тому, о чем нас просит рынок, о чем просит поднадзорные, какие еще сервисы хотелось бы иметь в личном кабинете. Ну, службу поддержки, во-первых, хочется иметь. Тут вопрос, извините, я буду жестко, да, вот как формулируется. Если ЦБ такой современный, то почему тот же личный кабинет, ЦБ-портал, такой кривой, практически без службы поддержки работает? Я от себя скажу это, я не вас защищаю, я просто, во-первых, как представитель СМИ с информацией на сайте ЦБ работы, я вам честно скажу, предыдущая версия сайта, которая вот до нынешней команды была, вот это был Ахтунг, конечно, вот. Там ничего нельзя было найти, это был такой большой могильник информации. Сегодня, я не знаю ни одного сайта Центрального банка, это, может, другая специфика, но я просто говорю со своей колокольни, сам сайтостроением занимался. Нет ни одного сайта, ни одного Центрального банка в мире, который бы всех удовлетворял, все бы говорили, во, идеальный, талонный и так далее. Но сегодняшний сайт ЦБ, он там хотя бы с поисковой системой хороший, он понятный структурно, она может кому-то не нравится, может быть, все, то есть на всех не угодишь никогда. Но, тем не менее, спрашивают, вы, правда, частично ответили, что не ожидали такого шквала, такого интереса, да, но служба поддержки требует. Да, все требуют службы поддержки, очень хочется, чтобы она, конечно, и мы ее развиваем, улучшаем, учитываем то, каким образом мы должны на это реагировать, сколько времени у нас на ответ. Я хочу сказать следующее, что, как правило, когда есть какой-то сервис, который ты предоставляешь, мало кто, кто им доволен, о нем пишет. То есть вот довольные обычно ничего не пишут. Там только жалобы, предложения, там обычно только жалобы, да. От обратного, да. Да, значит, а в отношении тех, кто к нам приходил с какими-то вопросами и что-то не удовлетворяло в сервисе, мы, по сути, наверное, вот каждый кейс, который у нас возникает, мы разбирали и разбираем. Службу поддержки расширяем и вот для себя системно отсматриваем, что бы еще хотелось увидеть у нас. И, конечно, в том числе используя не только наших операторов, которые могут отвечать на вопросы, но и современные сервисы электронного взаимодействия и чат-боты, чтобы мы могли достаточно оперативно реагировать на возникающие какие-то всплески. И плюс еще мы внутри самих себя, скажу честно, мы учились, собственно говоря, в момент, когда кто-то хочет вынести новый сервис через личные кабинеты, чтобы мы могли заранее об этом как службу поддержки узнать. Потому что это тоже была такая культура внутри нас самих, да, что мы, если какой-то департамент хочет получить услугу и он, не рассказывая об этом, например, службе поддержки, просто его выносит на широкий круг. И служба поддержки в этот момент времени может быть не готова даже реагировать на возникающий вопрос. То есть тоже была культура, и мы ее вот в течение 19-го года внутри себя, скажем, воспитывали. Вот, директор департамента информационных технологий, в общем, обещает, да. Спасибо, Зульфия. Ну, я вот к Станиславу вернусь, просто вопросы вы как закончили, и уже, Зульфия начала говорить, и к вам посыпались. Значит, вопрос, когда банковская отчетность перейдет на XBRL, и сразу вдогонку такой XBRL, ЦБ обещал выпускать не более двух версий таксономии в год. При этом, с начала запуска проекта НФО, увидели уже 6-7 версий таксономии. Каждая из них требует значительных усилий адаптации со стороны участников, равно как и значительных ресурсов. Качество конвертера XBRL, предоставляемый ЦБ, крайне низкое, и каждый релиз содержит множество ошибок. Прокомментируйте, пожалуйста. Это вам вопрос. Я очень люблю такие вопросы. Они постоянно меня сопровождают, последние, да, вот сколько лет, 5 лет, да. Но, на самом деле, уже не так жестко. То есть, раньше было гораздо жестче. Решение о переводе банков на формат XBRL будет принято только по результатам оценки эффективности перевода некредитных финансовых организаций на формат XBRL. Это такое решение зафиксировано руководством Банка России. И поэтому говорить о том, что обозначены сроки, либо обозначена сама возможность перехода банков на формат XBRL, сейчас преждевременно. Так, и вот очень люблю конвертер, низкое качество и много версий таксономии. Ну, во-первых, у нас действительно не очень много версий таксономии. Ну, две. На самом деле, в целевой модели, я бы сказал, что, наверное, одна должна быть, да. И мы выпускали версии таксономии не потому, что вот мы просто сидели и решили, что вот надо что-то сделать новое, да. То есть, всегда таксономия обновляется по двум причинам. Первая – это обновление надзорных требований. То есть, ну, мы же являемся, по сути дела, неким транзитным подразделением. Надзор выдает требования, мы их формируем в отчуждаемый электронный документ в виде таксономии и упускаем на рынок. То есть, первый момент – таксономия идет за надзорными требованиями. А второй момент – таксономия может быть изменена, если мы, допустим, видим, что контроли невалидны. В таксономии Банка России порядка 25 тысяч контролей присутствуют, да. И мне абсолютно не стыдно говорить, что изначально, с 2018 года, качество было далеко от идеального. А сейчас, в принципе, я знаю, что, условно, есть порядка 47 или 50 невалидных контролей в таксономии. Они не работают при сборе отчетности, но вы просто вот поймите, 50 против 25 тысяч. И таксономия действительно не должна часто выпускаться. Но обновление надзорных требований автоматом влечет за собой обновление таксономии. По поводу конвертера. У нас есть два программных продукта, бесплатных, для рынка. Удобный, неудобный, вопрос спорный. Могу лишь сказать, что сейчас 60%, 50-60% рынка используют наши программные продукты для сдачи отчетности. А сдача отчетности проходит хорошо. И вот давайте сопоставим два факта. Есть программные продукты, бесплатные. И, в принципе, насколько я знаю, мы чуть ли не единственный регулятор, который пошел навстречу рынку и предоставил инструмент для сдачи отчетности при переходе на новый формат XBRL. То есть два бесплатных программных продукта, которые мы постоянно улучшаем. И они активно используются. И в ближайшее время мы будем продолжать их улучшать. Но никогда они не являлись целевой моделью использования. И никогда не подразумевалось, что крупный и средний бизнес должны обязательно использовать наши программные продукты для сдачи отчетности. Нет такого требования. Более того, мы активно ратуем за то, чтобы все-таки внедрение XBRL проходило на уровне учетных систем. И компании внедряли, покупали коммерческие продукты, внедряли XBRL на уровне учетных систем, занимались полноценной интеграцией. Они использовали конвертерные решения. Потому что с точки зрения сложности, глубины, детализации, отчетности, в какой-то момент времени невозможно будет вручную заполнять эти данные. Это просто неэффективно, это неправильно. Нужно сделать так, чтобы система генерировала эти данные автоматом. Поэтому конвертеры есть, они будут продолжать улучшаться, но вы можете использовать их, можете не использовать. Я считаю, в этом отношении у нас какая-то такая справедливая позиция. Спасибо, спасибо, Станислав. Давайте о безопасности поговорим. К Андрею Каршину, заместителю директора департамента безопасности Банка России, хочу обратиться. Вопросы информационных технологий, информационной безопасности, мне кажется, это такие сталкивающиеся вопросы. Я мягко формулирую специально. Так ли это? И вот как вы расставляете эти приоритеты при реализации задач? Есть ли какие-то сложности? Есть ли риски, когда вы стараетесь быть более технологичным? Соответственно, где-то здесь появляются сложности с безопасностью. Спасибо, Алексей, за вопрос. Действительно, вопросы IT и eBay, они как принято везде, это сталкивающиеся вопросы. Но очень долгое время взаимодействия с коллегами из IT, мы пришли к такому пониманию, что вообще-то мы, грубо говоря, две руки одного организма. И тут как бы ссориться не надо. Поэтому, дабы не тормозить процесс, вопросы информационной безопасности, на наш взгляд, должны учитываться прям не то, что на этапе проектирования, еще каких-то тех или иных решений, а на этапе постановки задачи, сразу осуществляя оценку того, какие риски, какие угрозы, соответственно, какие надо выстраивать механизмы, инструменты безопасности, и уже эти же механизмы, инструменты закладывать в архитектуру непосредственно самого решения, скажем так, в скелет. Вот об этом мы с коллегами из IT нашего договорились, и сейчас любое решение, техническое, технологическое, которое в дальнейшем идет, развивается, строится в банке, оно сразу же, на первом же этапе формирования функциональных требований, совместно с коллегами из IT, вот с Зульфией, мы садимся, решаем, определяем, как это должно быть, что это должно быть, и это, вы знаете, это гораздо проще, чем потом, скажем так, догонять развитие IT, потому что если ты занес инструменты, механизм безопасности в уже скелет решения, то и развитие этого решения в дальнейшем, оно не может быть без развития инструментов безопасности в этом решении. Поэтому у нас, как бы, такой не то, что паритет, у нас симбиоз в коем-то веке, но это нонсенс, кажется, но это факт. Вы красиво ответили, но раз уж вы использовали такую аналогию, как две руки, да, вот и, так сказать, у одного тела, ну, знаете, как человек, он либо левша, либо правша. Вы знаете, мы пловцы. То есть вы не пишете, да, вы только плаваете, то есть не едите, ну, хорошо, хорошо, ладно, стиль уточнять не буду, вот каким стилем плаваете. Хорошо, но, опять же, когда мы говорим про такие вещи, как, например, импортозамещение, да, здесь вот вопрос направления, да, и порядка этого безопасного перехода, насколько это сложная штука, насколько вы ее решили для себя. Я понимаю, что вам этот вопрос, наверное, задают часто про импортозамещение, да, вот насколько это в Центральном банке решенная проблема. Вы знаете, это очень сложная штука, с учетом того, что Центральный банк, он не вот внезапно сейчас начинает создавать те или иные решения, а многие решения уже давно созданы, давно созданы на продуктах, которые, ну, мягко говоря, производство стран, которые сейчас вводят нам санкции и так далее, да, но в то же время Центральный банк не имеет права нарушить предоставление тех сервисов, которые он уже обеспечивает. Поэтому мы, со своей стороны, стараемся очень аккуратно подходить к тем или иным предлагаемым на рынке нашими партнерами, нашими вендорами решениям по импортозамещению для того, чтобы изначально данное решение опробировать на тех или иных, ну, грубо говоря, стендов у себя внутри. И вот тут Зульфия сейчас как раз создает некую инновационную лабораторию у нас внутри банка, как раз именно для тестирования решений для применения импортозамещенных технологий в наших системах. Понимаю. Спасибо. Спасибо большое. К Дмитрию Дубынину обратиться хочу, начальнику управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Центрального банка. Ну, у вас спрашивать вы, кто больше левша или правша, не буду, хотя вот больше анализ или больше регулирование. Ну, скажите, у вас основные вызовы какие? Ну, потому что регулирование тоже очень, особенно в сфере финансовых технологий, штука такая сопряжена с имиджевыми рисками, я бы больше сказал. Чем больше регулирование, тем больше претензий обычно к регулятору. Расскажите, как вы строите свою работу. Спасибо, Алексей. Действительно, технологическое развитие идет гораздо быстрее и дальше, нежели развитие регулирования. В целом, надо сказать, что регулирование даже иногда запаздывает. И действительно, для того, чтобы все те инновационные финансовые сервисы, технологии, чтобы мы могли ими пользоваться здесь и сейчас, чтобы как раз тот самый финтех, который мы делаем совместно с рынком, был доступен, безопасен и был не в серой и не в черной зоне регулирования, конечно же, нужно вовремя реагировать и такое регулирование разрабатывать. Такое регулирование мы делаем всегда совместно с рынком. И надо сказать, что, апеллируя ко всем коллегам, которые выступали, действительно у нас такая коллаборация, действительно у нас постоянное пилотирование. То есть практически все проекты, инфраструктурные проекты, которые на рынке занимают огромные ниши, и они все делаются с участием финансового рынка. У нас для этого есть и специальная ассоциация, которая, в общем-то, работает с рынком. Мало того, надо сказать, что отдельные участники финансового рынка не могут по разным причинам приходить в различные другие регуляторы, в министерства, в ведомства и отстаивать какие-то свои интересы, ну а мы можем. Поэтому в этом плане мы помогаем рынку, в том числе для того, чтобы доносить те или иные регуляторные инновации, которые видит и понимает рынок, до соответствующих регуляторов. И, конечно же, эти все процессы сопровождаем. Для того, чтобы четче и чутьче, наверное, понимать потребности рынка, у нас есть не только и ассоциация, и соответствующие рабочие группы, которых у нас достаточно много по разным проектам. У нас есть такой механизм, как регулятивная песочница. Вот это на самом деле тот самый механизм, который позволяет любому участнику рынка, причем даже не обязательно финансово, это могут быть и другие участники, прийти в Банк России, соответствующие инновации, и предложить ее пропилотировать. Ну, здесь важны такие факторы. То есть такая инновация действительно должна быть инновацией, то есть это не должно быть просто, скажем так, некое переупакованное решение, в общем-то, ранее до этого ламповое, бумажное, просто переведенное в цифровой вид, при этом не имея еще никаких ограничений с точки зрения правовых барьеров. В таком случае, если такие условия, такие триггеры срабатывают, мы совместно с инициатором собираем большую представительную рабочую группу внутри Центрального банка, участвуют, мне кажется, все практически коллеги. Мы приглашаем также для участия через специальные советы соответствующие федеральные органы власти, участников рынка, и производим моделирование вот этого сервиса, и далее оцениваем риски, и думаем по поводу того, каким образом эти риски за счет регулирования, в общем-то, лавировать, либо устранять вообще, и в случае принятия решения, что такая инновация, такой продукт, он для рынка действительно будет востребован, он интересен, мы занимаемся изменением регулирования. Важный момент, в той песочнице, которая сейчас существует, мы только моделируем, то есть мы ни в коем случае не допускаем до такого сервиса, до момента изменения регулирования потребителя, и, соответственно, нет риска таким образом от предоставления такого сервиса, но очень важный момент состоит в том, что для инноваций очень важны сроки, сроки выхода на рынок, то есть сегодня это инновация, через полгода это уже данность, которая никому не интересна, которая уже пользуется во всем мире, а у нас регулирование не добежало, не дотянуло, соответственно, мы не успели, и потом уже из лидеров можем превратиться в догоняющих. Поэтому этот процесс мы сейчас совместно с коллегами, сменой экономики, в рамках цифровой экономики, мы, в общем-то, несколько переделываем. То есть есть такой законопроект, экспериментальные правовые режимы, вот там можно будет на настоящем потребителе тестировать настоящие сервисы в ограниченной среде с определенными условиями. То есть будет специально выпускаться некая программа эксперимента, которая, по сути, будет устанавливать правила предоставления того или иного сервиса. Могут быть разные ограничения по международному опыту, в общем-то, я думаю, все понимают, что это такое. И, соответственно, следующий шаг развития как раз вот именно регуляторной песочницы, в принципе, проактивного реагирования на внедрение инноваций, это как раз экспериментальные правовые режимы. Ну вот сейчас законопроект, он до первого чтения на доработке, вот у коллегами на эконом-развитии мы тоже очень активно участвуем. В общем-то, это будет такой хороший шаг для того, чтобы инновации с рынка, потому что рынок лучше всех чувствует, что нужно потребителю, для того, чтобы, скажем так, оперативно менять вот то самое регулирование. Ну, что касается остальных проектов, проектов у нас много, действительно, и единая биометрическая система, и совместная у нас история с Минкомсвязью, это там цифровой профиль, у нас есть проекты на блокчейне. Практически везде требуется регулирование, то есть все, что внедряется центральным банком, совместно с участниками рынка, с федеральными органами власти, то есть всегда у нас такие коллаборации, все абсолютно требует регулирования. И здесь очень важно, вот с учетом того, что тематика все-таки форума у нас информационная безопасность, надо сказать, что я вот говорил на предыдущей сессии, что вот для финтеха важно это быстро, удобно, безопасно. Вот третий тезис, он такой же важный, как и первые два, и мы всегда за это боремся обязательно, потому что действительно коллеги, это наша вот безопасность внутри центрального банка, это соответствующие регуляторы, другие органы власти, которые отвечают за соблюдение соответствующих требований, за написание стандартов. Мы совершенно четко понимаем, что безопасность необходимо в таких инновационных сервисах обеспечивать, потому что, ну, если не будет доволен потребитель, если будет понимание, что есть риски, которые мы по каким-то причинам, собственно говоря, не устранили, не подстраховались, то, в общем-то, востребованность, наверное, будет под вопросом. Именно поэтому сейчас, в принципе, под все проекты мы вопросы регулирования информационной безопасности и требований закладываем сразу же на начальном этапе. Это очень важно, и здесь, конечно же, есть определенный момент, связанный со временем. То есть для того, чтобы вот та же самая единая биометрическая система, это был огромный челлендж для всего рынка, в принципе, для всей страны, причем как для банков, как для профессиональных участников рынка информационной безопасности, которые такие решения предлагают, сами их производят, в общем-то, интегрируют. То есть, по сути, не было такого примера, такого масштаба проекта, который бы потребовал столько усилий профессионалов. То есть, вот надо сказать, что сейчас, вот по прошествии полутора лет, ну, вы видели на предыдущих сессиях, что уже большое количество банков подключилось, инфраструктура сбора работает, уже семь банков вывели сервисы. И, как бы, вот здесь как раз вот соблюдение тех самых требований, которые были, по сути, нам наложены, исходя из рисков этой самой системы, в общем-то, также является неким результатом того самого регулирования, которое мы ранее, в общем-то, разработали. Спасибо, спасибо, Дмитрия. Я, может быть, хотела чуть дополнить, Дмитрия, и моих коллег. Мне кажется, это тоже важный момент. Ну, мы фактически пытались вот тут с коллегами, пытаемся ответить, где вот тот важный баланс между регулированием и развитием технологий, их внедрение своевременное, которое отвечает потребностям рынка. И вот я хочу сказать, что мы такие начали подходы применять, и они показывают свою эффективность. Ну, три кита, наверное, да, таких. Это, во-первых, рамочный подход и его гибкость. Тогда, когда участники рынка в рамках вот установленных требований могут адаптировать свои бизнес-модели и порядок взаимодействия между собой с учетом своих особенностей рисков. То есть нет задачи, да, и мы понимаем, что сейчас уже объективность такова, что нет необходимости так жестко и четко регламентировать каждый шаг, потому что невозможно учесть все особенности, и не надо это. Но правильно найти и сформулировать вот эти требования, вот эту рамку, которая позволит участникам каждому свои особенности присадить на эти требования, вот это здорово и правильно. И мне кажется, что у нас это неплохо получается. Вот я просто смотрю на те изменения законодательные, там 161 закон, который мы вносили, то, что касается безопасности, вот именно эти принципы мы предъявляем. Во-вторых, вот, коль уж мы здесь о технологиях говорим, и Дима вот очень хорошо говорит о различных механизмах, которые применяются нами вместе с участниками рынка, вот здесь очень важна технологическая нейтральность, при регулировании соблюдать. Тогда, когда эти требования универсальны и релевантны к различным типам этих технологий, и опять же, да, вот релевантны для различных видов и типов операций. Тоже вот, ну, поскольку я за платежную сферу отвечаю, я могу привести пример. Вот мы в прошлом году вносили достаточно большой поток предложений в 161 закон, и они были приняты. И вот одним из таких принципов технологической нейтральности, как у нас было определение порядка регулирования мобильных приложений, которые в том числе учитывали и бесконтактные, и токонизированные инструменты. Большое спасибо, нам и участники рынка очень много в этом помогали. Ну и, конечно, единые требования, их важно выстраивать в том числе на перспективу, которые охватывают не только действующих участников рынка, не только действующих игроков, но и те, которые формируются, да, и появляются. Вот, ну, видны же эти тенденции, видны эти тренды. И, конечно, когда мы устанавливаем наши требования, очень важно их тоже охватывать тем, чтобы все участники, которые играют свою роль на этом рынке, были в равных условиях. Ну, непростая задача, но вот найдя этот правильный баланс, мы достигаем тех целей, о которых говорим. Не задушить эти инновации, вовремя их дать на рынок, но и установить те правильные единые требования, по которым играют все игроки. Алла, вообще, и коллегам тоже вопрос, если кто-то захочет ответить. А часто приходится как бы сдерживать напор рынка? Я просто, вы так, все говорите много о связи с рынком, о желании идти ему навстречу. Ну, центральный банк – это не сервисная структура, да, это не любой каприз за ваши деньги. Если вы хотите, хотя запросов на то, чтобы там ЦБ был более удобен, и во многих вопросах вы сами говорите, что к этому хотите двигаться, это правильно, но, тем не менее, тут не бывает такого, что хвост виляет собак, или наоборот, настолько активно хотят эти инновации внедрять, что, закрыв глаза, хотя вы говорите о безопасности, но вы там внедряете и так далее. Приходится сдерживать напор участников рынка? Это бывает? Если есть примеры, расскажите, это интересно. Вы знаете, напора нет, я бы вот этот, лично я бы этот термин не употребляла, потому что мы как раз такие взаимоотношения выстраиваем, что мы себя не противопоставляем рынку, да, мы вот не отдельно где-то там сверху или сбоку, да, где вот держим эту оборону, а мы как раз занимаем позицию, что с точки зрения понимания того, что происходит на рынке, и здесь мы те же риски вместе с участниками оцениваем и правильно выстраиваем и модели угроз, и систему защиты против них. То есть вот здесь важно научиться и понимать, и уметь разговаривать на одном языке. Я вот лично, не знаю, сейчас меня, наверное, коллеги дополнят, напора не вижу, я вижу как раз очень конструктивный диалог и понимание. Конечно, идей много, и очень здорово, что наши и банки, и другие участники демонстрируют такую открытость, что они действительно делятся с нами всеми своими бизнес-идеями и получают эту поддержку. Но вот что приживается на рынке, да, что выпускается, что требует регулирования, а чему можно дать свободный ход, вот здесь мы как раз вместе видим, потому что, ну, никакую вещь невозможно, скажем так, да, нормативно употребить, если она не нужна потребителю, не нужна банками. Здесь вот сама жизнь очень многие точки над «р» составляет. Спасибо, Дайси. Дополните, Дмитрий. Да, я тоже соглашусь с Аллой. Действительно, как такового напора нет. Могу сказать, что, в принципе, вот сам, ну, история, наверное, наиболее показательная с песочницей, потому что вот она два года назад была создана. Изначально, в принципе, участники рынка не хотели делиться своими идеями. Пусть даже эти идеи не соответствовали законодательству, и они бы никогда их не смогли воплотить. Ну, то есть просто ждать, пока регулирование дотянется до того, чтобы сервис мог быть легальным, но это нереально. Поэтому потихонечку, в первый год было там порядка пяти, там, по-моему, семи заявок. Вот сейчас их уже 50. И надо сказать, что участники рынка действительно более становятся открытыми в общении с нами. Мы действительно помогаем искать те самые риски и разбираться в них, и мы постоянно на контакте. То есть, действительно, когда были такие ситуации, когда риски действительно превышают, в общем-то, наверное, желание даже инициатора этот сервис внедрять, потому что когда мы действительно раскладываем по всем кафедрам Банка России такой сервис, объясняем, что может случиться в итоге, инициатор иногда, скажем так, начинает уже задумываться, что действительно, да, возможно, пока стоит подождать, подумать, вот как-то это сервис усовершенствовать. И это не какая-то история, связанная там с менторством каким-то, нет, это простой, совершенно нормальный диалог. То есть, вот та самая песочница, которая у нас есть, она, знаете, такая без галстука, и, в общем-то, мы встречаемся совершенно спокойно, нормально на «ты». И это, кстати, тоже было большое удивление для участников рынка, потому что, ну, никто не думал, что можно прийти вот так вот отправить по электронной почте какой-то документ в центральный банк, тебя пригласят на неглинную, с тобой встретятся, пообщаются. То есть, в принципе, такой формат, он действительно дает возможность такого нормального открытого общения. И вот вариантов, когда было бы, что на нас кто-то давил из участников рынка для того, чтобы какой-то сервис либо технологию как-то вот ввести в регулирование, явно не припомню. То есть, все совершенно адекватно. Участники рынка, надо сказать, что очень, скажем так, такие разумные в этом плане и действительно понимают, вот к чему уже время пришло, а где, наверное, стоит подождать. Спасибо. Несколько вопросов, коллеги. Алла, вам вопрос. Не приведет ли импортозамещение к изоляционизму? Та же отечественная криптография не даст нас пока выйти на международный рынок или Центральный банк не преследует такой цели? Ну, и нас пока уже на международном рынке и география приема только расширяется. Но вот совершенно справедливо Андрей говорил, что нет задачи, да, вот как самоцелье перевести там, да, и сделать импортозамещение для того, чтобы оно было. Наипервейшая задача, да, и нас как регулятора, и национальной системой платежных карт обеспечить безопасный, бесперебойный, качественный сервис. Поэтому изначально, когда система и проектировалась, и строилась, эти риски учитывались, они обеспечивались на уровне и инфраструктуры, и там прикладного, программного обеспечения, поэтому здесь мы очень внимательно к этим вопросам относимся, и они у нас в фокусе нашего внимания постоянно, постоянно, естественно, с появлением соответствующих, да, решений на нашем рынке, там, где необходимо усилить и повысить свою безопасность, естественно, эта работа ведется. Вот, но АИНСПК уже принимается в 12 странах, более того, один вот из последних проектов, в конце года мы о нем анонсировали, с британским агрегатором осуществлена агрегация, поэтому на сайте этого крупнейшего британского участника с помощью, с использованием нашей национальной карты можно делать свои покупки. А агрегатор предоставляет сервис не только в Британии, но и во Франции, в Испании, поэтому я для себя еще две страны плюсую. Отлично, дай бог, чтобы его больше. Алексей, можно дополнить? Да, конечно. Да, я про то, чтобы не было заблуждений, у нас нет задачи просто огульно все заместить отечественным. Ведь задача импортозамещения, если мы помним историю, возникла, когда появились санкционные риски, и мы исключительно смотрим на обеспечение устойчивости функционирования наших систем и сервисов. Там, где это требуется, там мы, конечно же, смотрим на наши импортозамещения. Там, где не требуется, но это, наверное, на второй этап, дальше, потом. Но мне казалось, что это не только санкционные риски, но и вопросы безопасности, учитывая… Нет, они безопасность, но цель – это устойчивость функционирования и предоставления сервисов. Понятно, понимаю, да. Хорошо, на этом мы сделали фокус. Еще тоже, да, про импортозамещение, потому что мы про это говорим, это только и связано с тем, что есть санкционные риски, и надо про это тоже помнить. Для нас лично, как раз Андрей Анатольевич, в прошлом году представляли такую площадку для наших производителей, где мы могли проверить на реальных, промышленных, вот таких вот масштабах их оборудование. Я не буду сейчас говорить, какую конкретно компания, чтобы не создавать какую-то рекламу, но вопрос в том, что как сделать наши создаваемые внутри нашей страны решения лучше? Это значит попробовать какую-то реальную задачу запустить на этих решениях. Все, кто создавал когда-нибудь программные продукты или выпускал какое-либо оборудование, они все знают о том, что когда ты выпускаешь, ты думаешь, у меня замечательный продукт, он неуязвим, он прекрасен, и как только на него уходит какая-то реальная задача масштабная, вдруг выясняется, производительность на каких-то определенных задачах не выдерживает, или же наоборот, что-то там, собственно говоря, мы не учли. И по сути только промышленные решения, только когда ты запускаешь и обрабатываешь реальную задачу, ты понимаешь, что можно улучшить. Мы давали такую обратную связь нашим производителям, она оказалась для них крайне полезной, они для себя сделали выводы и улучшают свое оборудование, программное обеспечение. То есть это тоже для нас такая вот инвестиция с точки зрения как регулятора в производителей решений на нашем рынке. То есть это тоже очень важный аспект. Ну вот вопрос вам, Зульфия, как раз. Банком России запланирован отказ от комплекса УТА или УТА, сейчас отчетность по ПТК, ПСД идет через УТА. Калико еще скажу, такие страшные словосочетания. Я просто, я зачитываю, но вы понимаете, это так зажвурившись. Значит, при этом часть функционала, связанного непосредственно с передачей у ПТК, ПСД работает неоптимально. Допускается ли в качестве транспорта использование не ПТК, ПСД и не рекомендованного Outlook, а других продуктов, например, ДБАТ. И есть ли какие-то ограничения на использование таких иностранных коммерческих продуктов в качестве транспорта? Я и все понял, только ваше имя, Банк России. На самом деле, вот эти вот аббревиатуры, это, наверное, такая вот история, когда мы начинаем об этом говорить, используем аббревиатуры, нам кто-нибудь говорит, вы с кем разговариваете. Действительно привычные формулировки, вот как раз и Стас про них знает, да, и коллеги у нас, которые принимают банковскую отчетность. Есть решения, которым много лет они себя зарекомендовали, и вот как раз от них хотелось бы перейти в этом году на универсального клиента. Вот про все слова, которые вы сказали, это такое клиентское приложение для того, чтобы сдавать отчетность. И как раз мы планируем в этом году работу провести с тем, чтобы остался универсальный клиент, через который можно будет передавать отчетность. Почему это не делается моментально и быстро, в том числе вот про то, что говорила Алла Станиславовна, это потому, что у нас мы ориентируемся на все слои всех наших поднадзорных. Быстро куда-то уходить означает, что и они тоже должны очень быстро переходить на что-то новое. Для кого-то это инвестиции, которые он должен был предусмотреть в предыдущий период времени, и он не готов переходить, например, от какого-то одного формата к другому, причем моментально. Я скажу, что у нас есть, например, формат сбора отчетности и де-факт всем знакомый. Мы очень давно хотим уйти на новый формат XML, извините за технологические аббревиатуры. Но мы понимаем, что в моменте времени, мы с этим уже выходили пару раз и говорили, хотели бы поднадзорные с нами вместе, наши участники финрынка уйти, говорили, подождите, дайте время. Поэтому вот это вот, когда мы рывки хотим совершить, мы тоже ориентируемся на то, что мы слышим от наших участников, насколько им это комфортно, насколько им это удобно, можно или нужно ли отложить на какой-то период времени. Возвращаясь даже к моменту личных кабинетов и удобства дизайна интерфейса, мы когда впервые выходили с новым дизайном, с новыми личными кабинетами, у нас был такой момент, внутри мы обсуждали в команде, скажем так, дизайн, как это должно выглядеть, насколько там удобен интерфейс, потому что мы непосредственно сами с личным кабинетом не работаем, потому что мы принимаем, мы понимаем, как работают наши участники. Но была как-то одна из групп, с которой мы обсуждали, они сказали, слушайте, дизайн все равно, нам нужен универсальный обработчик, который позволит мне система, система передавать, мне неинтересно, какой дизайн личных кабинетов, главное, чтобы хорошо работал то самое IP, которое принимает от нас, эти решения передает к вам, да, вот эти сведения. Вот поэтому это вопрос, когда ты задумываешься на тему сервисов, которые появляются новые, мы все время думаем и о том, кто готов зайти в личный кабинет и увидеть новый дизайн, а кому нужен и просто сервис IP, поэтому все вот эти ПТК, ПСД, Клико и все остальное мы планируем заменить личным кабинетом и там единым клиентом. Хорошая новость. Да, ну и вопрос, я не знаю, он такой стратегическо-системный, но если вы хотите, кто тут ответьте, я даже не знаю, может быть ко всем, как ЦБ готовится к переходу на экономику экосистем, есть ли такое понимание, есть ли такой диалог внутри регулятора? Да, Алексей, я дам некоторый ответ. На самом деле, в принципе, формирование как таковых экосистем на рынке совершенно нормальный процесс, наверное, когда один либо несколько игроков хотят создать такое решение, которое максимально замкнет на нем некоторое количество его клиентов, возможно всех, возможно даже позволит привлечь новых клиентов, потому как действительно, если мы говорим про закрытую экосистему, это действительно большое количество разнообразных сервисов, не обязательно финансовых, может быть и не финансовых, а может быть еще и государственных услуг, а может быть еще и частных денег. То есть, в принципе, можно сделать так, чтобы какая-то экосистема, в общем-то, заменяла практически все институты и частные и государственные. Ну, наверное, совершенно правильный взгляд сейчас на то, чтобы разобраться, как, в общем-то, классифицировать и как регулировать такого рода явления, потому как это могут быть и партнерства, это могут быть какие-то группы компаний, может быть одна компания. То есть, важно разобраться, в общем-то, что это такое. То есть, не на уровне определения, а на уровне, скажем так, на уровне рынка, на уровне очертаний вот этого конгломерата. Далее, конечно же, необходимо все-таки понять, каким образом совмещение различных видов деятельности все-таки влияет на, в общем-то, устойчивость, в общем-то, того самого игрока, насколько он может совмещать, в общем-то, разные совершенно несвойственные, несовместимые друг с другом виды деятельности, как-то, наверное, отразиться на рынке. И здесь как раз-таки вопрос регулирования и дальнейшего, наверное, надзора в том числе, потому что действительно явление сейчас новое. С удовольствием наблюдаем, на самом деле, с интересом большим, как такие конгломераты сейчас создаются. Это и технологически очень интересно, потому что действительно там и единый идентификатор, там в будущем, возможно, бесшовное предоставление услуг. То есть, в принципе, заходя в какое-то экосистемное приложение, можно, наверное, сделать все, что ты хочешь, как вот один из запредов одного из известных банков говорил на одной из презентаций, что вот, когда ты смотришь по телевизору кино, видишь на там Джорджи Клуни футболку, и тут же тебе предлагают ее купить. То есть, действительно, это поражает воображение, это безумно интересно. Но это явление, конечно же, заслуживает отдельного внимания. И надо сказать, что многие регуляторы уже, что называется, размышляют по поводу того, каким образом, в общем-то, выделить экосистемы, как юридически это описать и, в общем-то, что с ними дальше делать. Спасибо большое. Наше время заканчивается. Но последний вопрос, если можно, кто-то, ну, прям совсем кратко в два слова ответьте. Вопрос поздно пришел. Для технологии инновации нужны ресурсы. Одним из таких ресурсов является, конечно, человек, человеческий ресурс. Ощущает ли участники дефицит кадров? И является ли это сдерживающим фактором в развитии сервисов и инициатив? Вопрос хороший, но я говорю, к сожалению, поздно, прямо вот в два слова. Я, наверное, буквально. На самом деле, да, конечно, дефицит ресурсов, наверное, сейчас испытывают все организации, которые привлекают к себе специалистов и IT, и информационной безопасности. Я знаю, что это наиболее востребованные на рынке кадры. И, действительно, за них иногда приходится бороться. И, конечно же, там, кадры решают все. Это вот никто это не отменял. Как мы решаем этот вопрос? Мы, когда привлекаем наших кандидатов, конечно же, говорим о том, что вы представляете, вы делаете историю. То есть это один из наших интересных, скажем, поинтов для кандидатов, потому что есть решения, которые вы создаете, и они будут востребованы на рынке вот таким вот образом. Но, в целом, конечно, дефицит есть, испытываем, и хочется его тоже как-то решать, наверное, совместно с коллаборацией. Да, да. Я два слова скажу. Ну, конечно, с изменением рынка, с развитием его, с появлением новых тенденций, конечно, возникает потребность в трансформации кадров. И здесь очень важно заранее готовить соответствующий кадровый потенциал. Помимо, да, вот ощущения этой нехватки по разным профилям, по платежному, по безопасности, по IT, по финансовым технологиям, мы в том числе сотрудничаем с ведущими вузами, с формированием требований вот к специалистам таких специальностей во многих, со многими вузами в том числе, да, сотрудничаем по подготовке программ с тем, чтобы вот уже в образовательные программы закладывать эти требования. Да, кадры – это тот ресурс, который требует инвестиций, как материальных, так и временных. Поэтому, да, их надо растить. Ну, а коллеги Дмитрий? Да, и соглашусь с коллегами, огромный дефицит в финтехе такой же абсолютно, и, в принципе, профильного академического образования, ну, в принципе, нет в этом направлении, все специалисты во многом. Вот мы совместно с коллегами, я не буду называть конкретный проект, мы действительно задумались об этом уже давно, и участвуем в работе и с вузами действительно, и проводим лекции. И, на самом деле, в будущем мы, в общем-то, планируем внедряться соответствующие программы, профильные, как раз таки, вот по направлениям, которые нам нужны, то есть для школьников, для студентов, поэтому даже создавать определенного рода, ну, центры либо лаборатории, то есть что-то такое, что поможет пощупать вот те самые как раз технологии и инновации, которые в будущем нужно будет помогать нам делать. Очень хорошо. Андрей? Да, ну, я не буду оригинальный, я поддержу коллег. Кадры у нас, это один из больнейших вопросов, потому что столь динамично меняющиеся и развивающиеся технологии, у нас академическое образование, оно всегда отстает, к сожалению. Поэтому вот у нас вот в первый день был отдельный такой же вопрос, я тоже, как Липонов скажу, у нас тоже вакансии есть, да, но по факту получается так, как бы мы, вот как Алла сказала, мы сотрудничаем с вузами, готовим программы, все равно даже высококлассного, высокоспециализированного человека берем и его еще надо на месте учить. Конечно. Это факт. Это факт. Станислав, ну, скажите, да, тоже. Прям два слова. Слушайте, ну, с кадрами очень большая проблема, она и для нас характерна, то есть мы не можем взять профессионалов в этой области, вот, в которую нужно, да, и на рынке это то же самое, и все про XBRL. Но, понимая это, заранее, даже до старта проекта мы озаботились этой проблемой и начали обучать рынок. Поэтому у нас есть бесплатные курсы. Я вот так же являюсь заведующим кафедрой финансовом университете. Огромный акцент делается на обучении студентов. И отрадно видеть, что студенты реально пишут дипломы по теме XBRL. Мы их берем на практику, лучших труда устраиваем. Есть площадка, ну, юрисдикция XBRL, российская. Вот. И это отличная дискуссионная площадка. И она является в том числе неким образовательным центром. То есть, понимая, что кроме нас никто эти кадры не воспитает, приходится воспитывать кадры. И это нормально. Спасибо, да. Ну, мне кажется, что несмотря на такую ложку дегтя в бочку меда, мы же сегодня, в общем, мне кажется, достигли своей цели. Вот они, результаты этого голосования. В принципе, это хорошо, потому что самый негативный вариант, третий, он меньше всего и набрал. На словах увеличивается. Да, на словах увеличивается. Тут даже все меняется в нужную нам сторону. Вариант А, да, и уже скоро, в ближайшие пять лет, он больше всего и набрал. Я вот не вижу больше тридцати процентов, да. Соответственно, около девятнадцати восемнадцати с половиной. Вариант Б, да, но не скоро десять-пятнадцать лет, ну, такие сдержанные оптимисты. И тридцать процентов это нет, ну, просто потому что люди с консервативным подходом говорят, что регулятор всегда будет отставать от свободно развивающегося рынка. Я бы вот так сказал. Резюмируйте. В оценку этой оценки сказать, что на самом деле очень даже хорошо, что есть негативные и недоверительные настроения, потому что это только такой, да, нам дополнительный сигнал и стимул, что еще нужно сделать для того, чтобы быть союзником и помощником нашему рынку и для того, чтобы нам быть таким действительно эффективным регулятором, который помогает и продвигает в жизнь те самые новые технологии и обеспечивает современные безопасные сервисы. Всем большое спасибо уважаемым коллегам, которые принимали участие в дискуссии. Спасибо. Хорошей работы на форуме.